Здравствуйте, уважаемые телезрители! На канале ТБМ программа «Шаг к мечте». Сегодня мы расскажем вам о человеке, который, имея физические ограничения, научился не ставить границ для своих целей. Когда Даниэль был маленьким, однажды он сказал своей маме, что хочет покататься на коньках. Она же ответила сыну, что это невозможно, так как у Даниэля от рождения отсутствует часть правой ноги. Но ребенок был настойчив, и маме ничего не оставалось, кроме как, вопреки своим убеждениям, купить ему то, что он просит. Даниэль действительно не смог выйти на лед, но, по крайней мере, добился того, чтобы попробовать свои силы. Я всегда много занимался спортом, и я пробовал теннис, когда мне было 10-11 лет. Мне он сразу понравился, мне понравилось соперничать. Мне нравится знакомиться с новыми людьми. Мне нравится путешествовать. Я очень люблю теннис. Был один тренер, который увидел во мне потенциал, что я был молод, и что, возможно, у меня был шанс. И он начал меня учить бесплатно. И тогда я начал больше заниматься теннисом и другим спортом. И в конце концов я решил остановиться на теннисе. И начал становиться более профессиональным. И это первый год, когда я профессионально посвятил себя теннису. Сегодня характер Даниэля Каверсачи не изменился. Если он что-то задумает, тоже не отступает. Путь к своему успеху он начал ни много ни мало в 11 лет. Именно тогда он впервые попробовал себя в теннисе на колясках. Корт был для ребенка разновидностью восстанавливающей терапии. Но уже после первого занятия Даниэль понял, что хочет тренироваться больше, чем позволяет курс лечения. К счастью, на корте его сразу отметил тренер и предложил ему посещать дополнительные тренировки бесплатно. Похоже, Даниэль сделал правильный выбор. Уже через год упорных тренировок о нем заговорили, как о восходящей звезде тенниса на колясках. А к 2012 году он трижды становился победителем национального чемпионата по этому виду спорта, принял участие в Паралимпиаде и попал на топовый уровень в мировом рейтинге. Он достиг высокого уровня технического мастерства. При ударе ракеткой по мячу бэкхенд отбитый Даниэлем мяч развивает скорость 160 км в час, в то время как рекорд Паралимпийских игр – 180 км в час. Главным достижением в 2011-м было титул чемпиона мира среди подростков вместе с моей командой. Я победил в 13 или 14 международных турнирах, поэтому я очень этому доволен. Но все равно есть то, что нужно усовершенствовать. Моя цель на самом деле – быть лучшим игроком 16 лет. Остался всего один год. Во многом надо улучшиться и над многим работать. Я надеюсь, мы на правильном пути. На теннисном корте Даниль чувствует себя в своей стихии. Атмосфера игры – то, без чего он не мыслит свою жизнь. И все же на спорте круг интересов молодого человека не замкнулся. Параллельно тренировкам Даниэль получил экономическое образование в одном из самых престижных университетов Англии. Я люблю встречаться с друзьями. У меня такой характер, что я люблю проводить время с друзьями и с семьей. Мне очень нравится ходить в кино и вообще спорт. Мне нравятся финансы, экономика. Я учился этому в университете, поэтому это мне очень-очень интересно. На данный момент я решил профессионально играть в теннис. По крайней мере, до 2016 года, в следующих Олимпийских игр. А потом посмотрим. В какой-то момент в своей жизни я хочу работать в сфере финансов. Но пока теннис. Чтобы победить, нужно быть настоящим профессионалом, говорит Даниэль. А для выхода на этот уровень необходимы огромные вложения. Участие в соревнованиях предполагает регулярные поездки по всему миру. Не говоря уже о затратах на экипировку. Для первосеянного участника нашего турнира, Даниэля Каверзача, специальный завод разрабатывал целую программу для того, чтобы обеспечить аэродинамику этой коляски на высочайшем уровне, чтобы он мог передвигаться. И вот вы сможете потом увидеть своими глазами, насколько здорово он двигается и быстро по корту. Благодаря тому, что группа ученых работала над созданием его коляски. У Даниэля прекрасный спонсор. Без участия корпораций, крупных компаний, было бы очень сложно реализовывать такие проекты. Сегодня Даниэль тренируется благодаря спонсорам и всячески старается решать финансовые проблемы. Впрочем, к трудностям он привык. Однажды во время перелета между городами спортивная коляска Даниэля была сломана прямо перед важными соревнованиями. И несмотря на это, спортсмен вышел на корт. А перед пятым международным турниром по теннису на колясках Megafon Dream Cup спортсмен сломал руку. Но запреты врачей вновь не стали препятствием к участию в состязаниях. С рукой проблемы. Это повреждения, которые у меня с июля. Я сломал руку. Я два месяца не играл. Да, но теперь я восстанавливаюсь. Иногда надо играть, терпя боль. Это часть тенниса. Это часть этого спорта. Я не помню, когда был последний раз, когда я играл без боли. Я думаю, рука в нормальном состоянии. Она медленно восстанавливается. Сегодня она немного болит. Но это не отговорка. Мне кажется, я хорошо сыграл. И я доволен результатом. Соперником Даниэля на этом чемпионате стал успешный теннисист из Польши. Матч между противниками длился более двух часов. Оба спортсмена выложились на 100%. Но победа выбрала Даниэля. Да, было однозначно трудно. Камиль очень хорошо играл. Вначале счет был 5-2 в мою пользу. Затем я начал размышлять о чем-то другом. Перестал концентрироваться и позволил ему укрепиться. Но во втором, третьем матче он очень хорошо играл. Его было очень трудно победить. Настоящий борец. Он не останавливается на достигнутом. И все время смотрит вперед. Его следующая цель – победа в Паралимпийских играх. Олимпиада – мечта детства. И цель последних нескольких лет. Поэтому, зная упорный характер Даниэля, вскоре она станет реальностью. Мне кажется, что я борюсь за каждый бал. Я делаю это со страстью, праздную это. И мне кажется, что борьба за каждый бал и вера в себя – это то, что я пытаюсь делать. Иногда я этого не делаю, но в основном это то, что мне помогает в соревнованиях. Это поиск целей. Если у тебя есть поставленные цели, и ты, просыпаясь каждое утро, думаешь о них, и ты борешься и сражаешься за эти цели и мечты. Ну, ты играешь с соперником, но в большинстве случаев все зависит от тебя. Поэтому это борьба против самого себя более чем против соперника. Субтитры создавал DimaTorzok